МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Васильевский остров и у нас в студии. Теперь уже Днепровский городской голова Борис Филатов. Здравствуйте, Борис Альберт. Здравствуйте. Привыкли уже к новому звучанию должности? Или еще все-таки Днепропетровский, как сейчас? Мне больше нравится городской голова Днепра, чем Днепровский. Но если без юмора, то, естественно, вопрос с переименованием, он стоит очень остро. И, конечно, самое главное, то, о чем люди говорят, и что их больше всего возмущает, то, что с ними никто не посоветовался. То есть без нас нас женили, но я не хотел бы на этой теме останавливаться. Я думаю, нам всем надо смотреть в будущее, а не в прошлое. И идти вперед. Что касается переименования, то есть еще вопросы, они остались до сих пор. Никто не знает, что существует закон Украины о географических названиях, где в статье 7 написано, что переименование происходит только после того, как расходы на переименование будут заложены в бюджет соответствующего года. Поэтому пока еще Днепропетровский городской голова. Значит, еще на этом нам какое-то время определенные люди в разных интересах поиграют. Да, мы все слышали заявления наших политиков о том, что они подают в Конституционный суд, туда-сюда. Но я думаю, это не более чем такая юридическая эквилибристика и спекуляция на чувствах людей. Хотя мне тоже подобного рода шаги, когда с территориальной громадой не советуются и делают как им Бог на душу положит, мне они тоже крайне не нравятся. Ну и ладно. В принципе, называться можно по-разному, лишь бы работа. Шла и кипела. Хорошо, хоть не горишь, не плавнее. Ну да. А где у нас работа городских служб видна? Видна, наверное, прежде всего на дорогах. Июнь фактически заканчивается, а городские власти все еще с этими ремонтами запрягают. И такие запрягания, что последнее ваше заявление не нравится вам чем-то, не устраивают отечественные дорожные строители, и вы намерены пригласить иностранных. Это так? Это так. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, понятно, что нам далеко до идеала, но я надеюсь, что все земляки, жители нашего города, они обратили внимание, что техника работает. И значительно лучше результат, чем в предыдущие периоды. Хотя, опять же, я всегда говорил, на попоредников кивать я не буду, и это не совсем правильно. Нужно за свои действия отвечать, а не говорить, вот они такие, а я на самом деле лучше. Но, тем не менее, мы уже много сделали. И, например, жители жилмассива Красный Камень могут сами убедиться, или Мандрыковку и прочие улицы по городу идет ремонт. Есть проблемы технического характера. Я бы разделил ситуацию на несколько составляющих. Во-первых, в этом бюджетном году мы выделили на ремонт дорог колоссальную сумму денег. Если мы говорим в цифрах, то в капитальный ремонт в прошлом году, в 2015, было выделено всего 11 миллионов, а в этом году мы выделили 306. То есть, понимаете, да, разницу. Рост на 295 миллионов гривен. Это если мы говорим о капитальном ремонте, если мы говорим о текущем ремонте, то в прошлом году было 152 миллиона гривен, а в этом 349. То есть, рост на 197. Ну, это же надо успеть все сделать. Правильно. Вы правильно говорите. Да. Поэтому есть вопросы, связанные, начиная от внедрения системы Прозора, по поводу которой идет много критики и спекуляций, заканчивая проведением тендеров. Опять же, не хочу жаловаться, это моя работа, но есть определенные силы, которые пытаются сорвать тендера. Заявляется одна компания, не буду называть ее, во избежание ненужного пиара, на все без исключения тендера, жалуется постоянно в антимонопольный комитет, подает в суды. То есть, это такая, знаете, целенаправленная диверсионно-вредительская деятельность. Поэтому сейчас, когда тендера уже пройдут и финансирование будет выделено надлежащим объемом, то, естественно, начнем делать дороги ускоренными стахановскими темпами. И тут возникает вторая проблема. Качество подрядчиков и репутация подрядчиков, потому что деньги есть, и все становятся в очередь. Но я бы не хотел, чтобы это делали какие-то компании, у которых пол-асфальтового завода, три бульдозера и один трактор. То есть, это неприемлемо, и не хотелось бы сделать дорогу, чтобы ее потом на следующий год опять латать. Поэтому провела переговоры, в том числе с крупной иностранной компанией. Поверьте, это реально иностранная компания. Но она же тоже должна, по идее, в тендере участвовать? Конечно, она должна участвовать в тендере, но очень многое зависит от того, как прописаны его условия. Поэтому, если будут какие-то спекуляции, что они будут делать дорого, а наши будут делать дешево. Мы, к сожалению, не настолько богаты, чтобы тратить деньги впустую и закапывать их каждый год. Но как вам объяснить? Это совсем другая философия. И те люди, которые были в Западной Европе, да уже что в Западной Европе, хотя бы в Польше. Польша сейчас лидер по дорожному строительству. Они видят это качество. Они видят состояние дорожного камня, разметки и прочих-прочих-прочих составляющих вещей. Это даже нельзя сравнивать. Это даже нельзя сравнивать. Это другая философия. Я вам скажу так, что, к сожалению, очень многие, в том числе из моих подчиненных, они вот такое ощущение, они просто не имеют такой визии. То есть, вот им, когда пытаешься говорить, что давайте сделаем соответствующие, например, островки безопасности, или проведем освещение пешеходных переходов, на каждую ситуацию есть отговорка. ДБН не позволяет, технические условия не разработаны, а это не годится, а так мы не можем. То есть, каждый раз ищется причина, поэтому паровоз этот надо толкать в спину. Ну, я думаю, что... Так вы правильно сказали, что в Европе действительно другая философия. Там есть задача и ищутся пути ее реализации. А у нас ищутся, как правильно, пути ДБНов, там еще каких-то причин, отговорок и так далее. Но уже, вот как пример, это не основная дорога, но тем не менее, жители жилмассива Красный Камень могут увидеть, как сейчас делается дорога, которая идет параллельно набережной Заводской. Там и бордюрный камень используется, и понижение, и карманы для мусорных баков, и параллельно косится трава, и делаются проколы под дорогой для канализации ливневой, и соответствующие перекладываются кабеля. То есть делается уже совсем... Но это еще наши делают, да? Да, это делают еще наши, но уже делают совсем по-другому. Хотя, я вам скажу, приходится постоянно выезжать и инспектировать. Я прекрасно понимаю, что мэр миллионного города не в состоянии за всем уследить, как бы мне не меняли вину, что какие-то вещи проходят мимо моего внимания. Например, там, бородячий цирк заехал, нажил массив Победы, и прямо на бульваре перекрыл проход, раскинул шатер. Поэтому делают уже наши, но делают по-другому. Но, тем не менее, если мы мыслим стратегическим планированием, то, естественно, нужно привлекать подрядчиков, в том числе, с другим уровнем психологии и с другим уровнем технологии. А вы смотрите о других уровнях психологии, философии, иностранцах и так далее. Вот я свяжу и не вижу что-то на вашем ласкане медали за взятие Берлина. Вот за взятие Днепропетровска там просматривается. Вы же, я так понимаю, с большой бригадой своих коллег, сотрудников ездили в Берлин. Да, это так. И что там интересного? А главное, что применимо к нам? Мне так кажется, что ничего. Вот может вы что-то рассмотрели? Ну, я бы, конечно, так не говорил. Давайте маленькая предыстория. То есть, по приглашению наших коллег из Берлинской мэрии, мы поехали как бы по обмену опытом. Первая цель визита – это было посещение выставки Metropolitan Solution. Это выставка, на которой демонстрируется муниципальным громадам наилучшие достижения, связанные с управлением городами. Потом мы посещали, в том числе, коллег, я имею в виду, нам рассказывали о том, каким образом они вообще обустраивают свою работу. Были на Берлинском горводоканале. Опять же, я вам скажу так вот, чтобы было понятно. Бюджет только одного горводоканала города Берлина равен бюджету города Днепропетровска. То есть, возьмите отдельно взятый Берлинский водоканал и весь наш город – это совершенно одинаковые сопоставимые цифры. Это сразу Питер схотелось. Да, поэтому фактически мы должны понимать, что у нас может быть планов громадьё, но тем не менее у нас есть ограниченность в финансовых ресурсах. Поэтому, естественно, мы свои потребности соизмерять с возможностями. Выставка была интересная. Я вам скажу, очень много подчеркнули мы идей, начиная от идей, связанных с канатным транспортным. Причём, знаете, очень много есть по этому поводу спекуляции. Говорят, что это транспорт, который можно делать только в Швейцарии. Например, в таком городе, как Богота, или, например, в городах, в том числе Северной Африки, такой вид транспорта имеет место быть. Не надо рубить дороги, особенно через трущобы. Просто-напросто, условно, жителей жилмассива «Тополь» можно просто-напросто спустить на жилмассив «Победа». И, соответственно, не будут затронуты интересы всех людей, которые живут внизу. То есть, это не надо будет расчищать частный сектор. Поэтому мы получили очень много различной интересной информации. провели с компанией «Сименс» серьёзные переговоры. У них есть целые специальные программы, которые позволяют управлять городами. Но надо идти вперёд. Потому что, если выстраивать эту логистику именно так, как они предлагают, нужно общественный транспорт снабжать сенсорами. Нужно во всём городе проводить соответствующую систему видеонаблюдения. Но дорогу селит идущий. Ну, про дорогу тогда. Да, кстати, скажу вам небольшой секрет. Я думаю, что со следующей недели я договорился со своим коллегой, мэром города Винница. Это уже так, эксклюзив для вашей программы. К нам сюда заезжает целая ревизионная комиссия из города Винница. И они будут заниматься вопросами, связанными с реформированием общественного транспорта. К сожалению, в Днепре общественный транспорт уничтожен. Приведу простые примеры. В городе Винница проживает 374 тысячи жителей. Каждый день муниципальный электротранспорт перевозит 440 тысяч пассажиров. В городе Днепропетровске проживает почти миллион. Каждый день муниципальный электротранспорт перевозит 112 тысяч пассажиров. Так даже депо разобрали. Даже депо разобрали. Мы тоже знаем эту историю. И я думаю, сейчас мы будем подавать в суды и не дадим возможности унести депо в сторону и сделать там очередной рынок. Поэтому мы договорились с винницкими коллегами, что может быть, я приму окончательное управленческое решение после результатов ревизии, у нас будет электротранспортом заниматься отдельная винницкая команда, которая сюда просто-напросто приедет хотя бы на полгода. Поскольку та публика, которая сейчас у нас находится у руля этой отрасли, ну а я смотрю, что там стена... Ну если бы могли, вы сделали, наверное. Я всегда говорю, что... Ну у меня даже другая, как бы по этому поводу есть теория. У меня такое ощущение, что городской электротранспорт намеренно уничтожили в пользу частных перевозчиков, маршрутных такси, за которыми стоят определенные, так сказать, в том числе политические силы, которые сейчас бегают, пиарятся на каждом углу. Я думаю, что это даже намного раньше началось, при других лидерах. Ну, хорошо, будем ждать реализации этого эксклюзива и посмотрим, что из этого получится. А я пока хотел сказать о дорогах вот что. Помню, хочу вам напомнить, что говоря о ремонте дорог, вы говорили о комплексном подходе, что не так, как раньше и все. То есть это, не знаю, бордюры, ливневки, это скамейки, остановки какие и так далее. Это реально? Да, это абсолютно реально. Или это осталось там в избирательной кампании? Нет, это абсолютно реально. И, например, если мы говорим о реконструкции набережной от Мерефа-Херсонского моста до круга на третьей победе до Макдональдса, то уже сейчас этот проект проходит экспертизу, и там все эти вещи, они предполагаются. Более того, я сразу упреждаю критику, сразу начнут говорить, что Филатов туда закапывает миллионы, когда людям есть нечего. Конечно, будут говорить. Мы собираемся делать набережную в граните. Почему? Потому что, к сожалению, в Украине нет хорошего качества плитки. Хорошая европейская плитка, она обязательно должна запекаться. Вы имеете в виду покрытие? Да. Хорошая европейская плитка, она должна запекаться в автоклавах. То есть я не хотел бы, чтобы мы выложили набережную плиткой, а через несколько лет она начала вылучиваться. Если уже делать, то делать навеку. Как бульвар на Карла Маркса. Поэтому это принято такое принципиальное решение. Сейчас мы уже это все как бы обсчитываем. Будут и скверы, и выходы к воде, и фонтаны, и лавочки, и будут посты стационарные для муниципальной гвардии, которая будет охранять общественный порядок. И, соответственно, в том числе будут туалеты. Потому что очень часто с общественных мест пользования начинается цивилизация, скажем так. Все равно скажут, что у Филатова, наверное, есть гранитный карьер, который он сейчас сюда будет выкапывать. Я вам скажу так, объем гранитной плитки, которую надо будет положить, для нас гранит будет пилить вся страна. Места хватит всем. То есть мы не сказали, что у вас нет гранитного карьера. Я понял. Хорошо. Еще один заявленный проект, который был, заявляли не только вы, но вы тоже. Это привокзальная площадь. Да. Памятник снесли, картинки красивые показали архитектурного решения этой территории, и как-то оно все поутихло. Я объясню, почему поутихло. К сожалению, я не могу все время сидеть в телевизоре и объяснять. Наверное, это может быть не очень правильно и информационно нужно чаще информировать наших земляков. Ситуация, почему этот вопрос приостановился. Привокзальная площадь – это территория, которая прилегает к железнодорожному вокзалу. И сейчас я веду достаточно сложные переговоры с Приднепровской железной дорогой. Причем в эти переговоры было вложено три вопроса. Первый вопрос – это льготный проезд на пригородных электричках. Люди, кстати, не знают о том, что городской бюджет вообще-то оплачивает льготный проезд. Во-вторых, это сети, которые… В электричках, железной дороге? Да, 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 в пригородных, да. Для льготных категорий. Второй вопрос – это вопрос, связанный, который стоит уже очень остро. Это жилмассив Северный, Тарамская. Это сети, которые железная дорога имеет в своей собственности, при этом не хочет их обслуживать, не хочет их ремонтировать. Мы все время ремонтируем их за счет городского бюджета, а они откажутся нам их передавать. Плюс я уже не говорю о том, что есть серьезная разница в тарифах. И третий вопрос – это привокзальная площадь, железная дорога, она настаивает на том, чтобы мы каким-то образом передали им привокзальную площадь, потому что под привокзальной площадью находятся коммуникации железной дороги, силовые кабеля, и они говорят, что если вы нам это передадите, например, в долгосрочную аренду, то тогда мы сами сделаем проект реконструкции и реконструируем привокзальную площадь, как это делают железные дороги. Можно навязать, допустим, наш проект, ваш проект? Вот у нас идут такие сложные комплексные переговоры, в которых связаны три этих ситуации. Я бы хотел эти три ситуации разделить. Мухи отдельно, котлеты отдельно, но коллеги, к сожалению, складывают в одну кучу. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, если мы не выйдем на какие-то уже договоренности, а мы собирались вместе с железной дорогой подписывать меморандум и публично его обнародовать, то тогда я буду принимать какие-то принципиальные волевые решения. В том числе, я думаю, что если у нас не будет с железной дорогой достигнуто соглашение, будем тогда железные дороги поднимать нам лох на землю. Просто может получиться так, что живые железные дороги город передаст лакомый такой кусочек земли, а там вся архитектура закончится или реконструкция посадкой одной елочки. Я думаю, что она может закончиться не посадкой одной елочкой, а установкой очередного какого-нибудь большого торгового центра. Потому что место людное, место проходное. Поэтому есть вопросы, но вы, пожалуйста, с меня детали не вытягивайте. Хотелось бы, чтобы наши земляки успокоились и понимали, что вопрос под контролем. Мы этим занимаемся, но не все так быстро решается, как хотелось бы. Эксклюзив был, пусть будет и маленькая тайна, маленький секрет. Хорошо, вы упомянули сами об этом, об этом, об этом Прозоро. Оно у всех на ушах, в ушах вернее. Дело в том, что попадаешь в некую странную информационную ситуацию. Она характерна для сегодняшнего дня. Но все-таки одни пишут, что мы чуть ли не в лидерах по внедрению этой системы Прозоро, что у нас в городе открытый бюджет и так далее. Другие пишут, что нет, город отказался единственный от этой Прозоро в части ЖКХ. Ну и все у нас как-то закрыто. Филатов и его команда тырят деньги таким образом через это Прозоро. А вы на этом фоне заявляете, что наша команда еще не разогналась. А вот как разгонится, то... Да, и все в результате запутались. Да, так вот, что на самом деле? Куда кто бежит, разгоняется, где кто тырит. Смотрите, ситуация... Я к тому можно тоже пристроиться успеть. Да, очень простая и очень запутанная одновременно. То есть, с одной стороны, есть одна сторона медали. То есть, прошлый состав городского совета, они приняли достаточно, наверное, правильно, но популистическое решение. Опустить порог закупок до 3000 гривен. То есть, ну, наверное, политически это красиво, но при этом, когда ты... А все, что выше, да? Да, да, да. То есть, когда ты начинаешь подходить к реализации, то есть, это просто не работает. Это нереально. Ну, это вы понимаете... Ну, я даже был в том составе, но я не ходил на эти сессии, потому что там делать было нечего. Да, то есть, приняли такое решение. С другой стороны, есть закон, норма прямого действия. И закон, естественно, никто не нарушает. Там цифры несколько другого порядка. Закон никто не нарушает. Как бы в прошлом созыве городской совет как бы ввел мораторий. Не в прошлом созыве, прошу прощения, на одной из предыдущих сессий. Ввел мораторий, хотя, опять же, это я имею в виду на сумму в 3000, а не касается... А в других городах, вот где действует система, там другие цифры? А я вам скажу, в других городах просто действует по закону. То есть, как бы мы возложили на себя дополнительные санкции. Но, опять же, я вам скажу так, что, знаете, понятно, что мэр на себя принимает весь негатив и одновременно, может быть, и весь позитив. Но, когда это обсуждалось, то, однозначно, мнения депутатского корпуса сильно разделились. Если вы помните, когда мы голосовали... Так у нас и сам корпус-то весь разделенный. Да, да. Ну, и даже разделилось мнение внутри большинства. Потому что большое количество интересов и большое количество даже понимания того, как работать, вообще это осуществлять. Я голосовал за то, чтобы этот мораторий убрать с первого дня, как голосование произошло. Но, вы помните, эта поправка не прошла. То есть, с 1 августа у нас будет новое положение прозора. Но сейчас действует старое, принятое еще тогда. Тут, как сказать, очень много по этому поводу идет просто ненужного информационного шума. Причем, ну, уже даже возникают такие ситуации. Сегодня я только проводил аппаратное совещание. Наверное, скоро уже пора подавать в суд. Потому что, когда один из активистов городских пишет, что у города кредиторская задолженность... Ну, да, активисты же тоже встали как бы не совсем на вашу сторону. Ну, это такое дело. Это их право. Но, когда человек пишет, что у города задолженность 190 тысяч гривен... Я прошу прощения, 190 миллионов. Ну, это просто вранье. Вот конкретное вранье. За это надо в суд. Надо за слова отвечать. То есть, такая же ситуация, опять же, я не защищаю подчиненных. Тот же самый человек заявил о том, что у одного из сотрудников горысполкома, там чуть ли не пять квартир, все. Оказалось, что у него нет пяти квартир. Но он даже не извинился. Как бы поэтому за слова нужно отвечать. Но тут это дело в тактике. Стоит ли таким образом разгонять так называемый информационный сигнал? Я не понимаю вообще. Вот Прозоро, да, наверное, замечательно. Активисты на этом хорошо поработали. Но ведь есть же вестник государственных закупок. Есть. Есть там еще какие-то вещи. Где любой желающий может зайти. Да, там до ТЭР не обязывают до вот эти пороговые сделки. Все это есть. Есть соответствующие конкурсные мероприятия, которые проводятся. Вы же не можете отменить ни конкурсы, ни тендеры. Это не в вашей системе. Я вам скажу, что иногда, вот я просто когда наблюдаю, я все равно всегда пытаюсь стоять над схваткой. Потому что есть же и внутри такой, как бы, и корпоративный конфликт. То есть между даже разными департаментами горы с полкома. То есть это нормальная рабочая обстановка. Но я когда наблюдаю со стороны, как бы над схваткой смотрю, иногда вот у меня даже есть такое ощущение, что начиная от риторика Апоблока и городских активистов, людей, так сказать, пассионарных, людей искренних, открытых и желающих изменений, она начинает совпадать. То есть в один момент они просто в своей безудержной критике городских властей просто где-то уже начинают смыкаться и вибрировать на одной волне. Криторика-то она, в общем-то, достаточно ограничена. Зрада. Зрада отрывает. Отрывает, да? Да. Ну, видите как. Ну, хорошо. Про зраду. На последней сессии Горсовета большинство депутатов лишило почетного звания еще одного героя минувших лет, Павла Ивановича Лазаренко. До этого был Вилкул, теперь Лазаренко. И на этой же сессии депутаты присвоили почетное звание. Это покойный Юрий Чайко, бывший главный режиссер театра оперы и балета, народный артист. Вот обозначьте тенденции, я не знаю, критерии. К одним снимаем, другие даем. Зачем это все? Ну, опять же, я могу обозначить тенденции, но не критерии. Почему? Потому что, опять же, мэр за все в ответе, но мэр не может сказать, вы с Вилкула снимите или с Лазаренко снимите, а чайки дайте. Это все-таки больше депутатский корпус, создана соответствующая комиссия депутатская, которая может как забирать, так и присваивать, ну, вносить в зал предложения. Тенденция, которую я задавал, я считаю, что люди, которые ныне находятся в здравом, так сказать, состоянии и при жизни, в политике, они не имеют права быть почетными гражданами, потому что нас всех, по большому счету, должна оценить история. Поэтому, когда молодой человек, условно, там, 40 с лишним лет является почетным гражданином, мы не знаем, как закончится его карьера или жизненный путь, поэтому, наверное, такие решения давать преждевременно. Точно так же, если мы говорим о втором персонаже, то, ну, наверное, не совсем правильно, там, опять же, для города это контроверсивная фигура, кто говорит, что он много сделал, но когда человек осужден судами трех стран и отбывает наказание, то, наверное, не совсем это хорошо, в том числе и для международного РНМ, когда международного преступника в городе считают почетным гражданином. Все очень просто. Учителя, врачи, металлурги, спортсмены, то есть люди, которые в историю города внесли, так сказать, вагомый вклад. А все остальные, я думаю, в первую очередь политики, они могут просто тихо поставить в стороне. Политики, особенно чиновники, я всегда считал, что это же работа. Сто процентов. Это должностные обязанности. Поэтому, ну, как бы так. Ну, хорошо. У нас времени не так много, ну, лишили звания там Вилкул, Лазаренко, там, наверное, еще, я думаю, можно на этой стенке посмотреть несколько персонажей, если вот такими тенденциями руководства. Вы упомянули про цирк. Чем вам цирки не помогли? Я вот боюсь так спросить, чтобы не обидеть. Может, мэрия конкуренции боится? Ну, я думаю, что не мэрия, а, скорее всего... Или типа, ну, горсовет. Да, да, я не знаю, это вы сказали. Я отношусь к вопросу, в первую очередь, формализованно и пытаюсь соизмерить общественный резонанс и наполняемость бюджета. Чтобы было понятно, если мы говорим именно о цирке, который стоит на победе, стоял... Ну, до этого в этом парке пытались... Чтобы было понятно, то есть людям создали массу дискомфорта и неудобств, перекрыли им проход насквозь через бульвар, и все это за арендную плату в 11 тысяч гривен. То есть у нас достаточно нормальный, профицитный бюджет, чтобы за 11 тысяч гривен... Это в месяц, да, или вообще? Это за 4 дня нахождения цирка в этом месте. Но, чтобы вы понимали, вот сегодня мне докладывали, после того, как цирк уехал, навести только порядок стоило городскому бюджету 6 тысяч. То есть мы за 11 его поставили, людям создали кучу неудобств, и потом еще за 6 убирали. То есть в результате давайте посчитаем, сколько же мы тогда заработали. Но это же абсурдная ситуация. И при этом некоторые депутаты бегали, раздавали бесплатные билеты, и на этом пытались себе заработать политический капитал. Поэтому для меня такие ситуации неприемлемы. Я уже не говорю о том, что если эти цирки имеют элементы передвижных зверинцев, и там животные, то нужно идти навстречу зоозащитникам. Они у нас люди принципиальные, люди настойчивые. И поэтому, естественно, опять же, если так дистанцироваться от процесса, если бы это хотя бы давало какой-то серьезный приварок к городскому бюджету, то можно было бы, наверное, опять же, учитывая эти интересы граждан. Но когда это просто превращается в такие передвижные балаганы, которые только раздражают людей, то есть тут должно быть принято волевое решение просто с ними попрощаться и все. Спасибо за этот разговор. Я думаю, волевые решения ваши, в том числе, они еще послужат городу не одну хорошую службу. И те ваши обещания, те планы, которые были намечены, будем надеяться не ограничиться набережной у Гранити, либо запретом цирка и снятием почетных. Это, конечно, люди ждут дорог, люди ждут общественного транспорта, люди ждут... Да и зима уже не так... К зиме мы готовы. К зиме мы готовимся и готовы. И самое главное, что мы заключили комплексное, такое всеобъемлющее соглашение с энергопоставляющими компаниями, опять же, частными. Поэтому, однозначно, мы уже понимаем, что зима не за горами и готов сани летом, поэтому к зиме мы готовы. Я предлагаю, еще раз вас приглашаю в эфир и начать следующий разговор как раз с подготовки саней к этой зиме. Отлично договорились, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас в студии был... Надо теперь тоже самому привыкнуть. Днепровский или городской голова Днепра, как самому нравится нашему гостю Борису Альбертовичу Филатову. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.